Компания сейчас вводит в сам бизнес-план, в общем-то, в маркетинг еще одну новость. Это вот именно меньший пакет. Этот меньший пакет мы, в общем-то, просили как раз, особенно для тех, у кого есть желание войти на платный пакет, но уж очень большой порог, вот именно 899 долларов, это первый платный пакет, он уж сильно ограничивал возможности многих из нас. Соответственно, сейчас фирма продумала все, скорее всего, все уже просчитано, но это не только легко сказать, в общем-то, это нужно еще ввести. Ввести то, что совершенно не планировалось, ввести такие вещи, которые изменяют очень много, потому что в нашем маркетинг-плане, соответственно, благодаря этому пакету появятся тоже какие-то дополнительные и бонусы, и какие-то дополнительные, в общем-то, вещи, как раз связанные только вот именно с этим пакетом. Ну и рассчитать, конечно же, все это нужно тоже и финансово, и поэтому все это они сейчас вводят, и программирование таких вещей, перепрограммирование, допрограммирование, лучше сказать, оно занимает достаточно много времени. Кроме этого всего, в общем-то, будут введены некоторые функции, которые мы считали должны быть обязательными, и их как раз, кстати, над одной из функций мы дебатировали, дискутировали целый час, я просто-напросто доказывала, насколько это важно, я потом, в общем-то, озвучу еще во время презентации этот момент, но я понимаю, что для новых та информация совершенно, она как бы немножечко с космоса, но прошу немножечко подождать, потому что, скорее всего, те, кто пришли только за новостями, они меня послушают и сейчас выйдут, да? Но мне хочется просто это донести. Итак, вы помните, alert, alert – это сообщение, сообщение от фирмы, которое мы получили 4 назад, которое взбудоражило всех нас, да, о том, что вот именно абонемент, который мы будем оплачивать месячный для того, чтобы получать бонусы со структуры, он будет автоматически сниматься с нашего баланса. И вот то, аккурат, мы очень много как раз вот именно над этой кнопочкой и разговаривали, чтобы иметь возможность каждому из нас не только выбрать момент, когда я хочу подключиться к этому и начать зарабатывать со структуры, а момент, когда я хочу перестать это делать. И вот как раз вот эту вот кнопочку, они снова, это не запланированное действие, это то, что они должны будут сейчас тоже дополнительно делать. Эта кнопочка у нас будет, и, в общем-то, пользуясь этой кнопочкой, вы каждый из нас сами решите, когда вам оплачивается этот абонемент купить, когда нет. Чтобы решить для себя, насколько вам сейчас выгодно на этом абонементе быть, мы простили, чтобы была статистика, и вот статистика тоже сейчас будет, как только откроются сайты. Я не знаю, насколько они успеют сделать такую вещь, которую тоже мы брали во внимание. Это потенциальные попытки, которые у тебя бы были, если бы у тебя был абонемент. Насколько это уже будет готово, я не знаю, но они тоже это будут делать. Я знаю, насколько трудно для себя определить, стоит ли мне сейчас заплатить за абонементы или нет. Ну и тут тоже, значит, возвращаемся к новости, вот именно к этому пакету, который будет, к меньшему пакету. Соответственно, не знаю, как это будет распределяться, если говорим о абонементе. Поэтому спокойно ждем следующих новостей. Я думаю, что, как вы видите, фирма настолько эластична. И, наверное, именно из-за того, что ее создали люди, которые являлись сами партнерами фирм, абсолютно полностью понимают, что все абсолютно держится на лидерах. И что лидеры знают, что нужно им, их людям. И думаю, что вот именно такое вот отношение фирмы к нам, к лидерам, оно вносит какой-то вот именно оптимизм, связанный с сотрудничеством с такой вот фирмой. Что еще из новостей? А, кнопочка, о которой, кстати, Руи как раз во время своей презентации в фильме говорил. Это в четверг тоже появится кнопочка, где мы можем нажать. Кнопочка такая магичная, называется Виздрайв. И вот именно при помощи этой кнопочки мы сможем вывести деньги. Но, как вы помните, еще раз напоминаю, деньги мы выводим от суммы 500 долларов. Что еще, быть может, Ларочка, ты мне напомни, потому что я... А, ну, в общем-то, если говорим о алтарийной билете, это уже во время как раз презентации все это скажу. Но это уже прямо программа, которая вот-вот-вот-вот у нас будет. Думаю, что, в общем-то, в основном это кажется вот все. И вот, чтобы, я говорю... А, еще важная вещь, это, скорее всего, за дни, когда мы не можем входить и делать свои задания, нам тоже будет выплачено. Но это вот, как уже мы с лидером говорили о том, что, честно говоря, мы не делали ничего в это время. И, как бы, не чувствуем какой-то вот, ну, такой вот, ну, скажем, на себе такой прессии, чтобы нам как раз в эти дни платили. Самое главное, чтобы они сделали все так, как нужно, да. Вот именно все так, как мы просили. Если некоторые еще пункты наших, наших там предложений не будут еще доработаны, да, то это все произойдет, в общем-то, в каком-то следующем, на протяжении какого-то самого наиближшего времени. Думаю, что вот мы снова, после того, как в четверг откроется, откроется сайт или в четверг, в общем, в четверг он нас тут, ну, как бы нам обещано, что он уже будет работать. Когда он откроется? В среду или... В общем, все это будет видно, да. Вот как только мы увидим, что там есть, мы у себя, скажем, вычеркнем, знаете, как вот делается, вот идешь в магазин, да, и пишешь большой список. И вот у нас такой список есть, мы будем вычеркивать, что уже сделано, мы будем рассматривать, что бы мы еще хотели, ну, и, в общем-то, как бы, видя начало нашего сотрудничества с фирмой, вот именно такое, мы надеемся, что все следующие наши пожелания, в зависимости, конечно, мы тут не ставим никаких пожеланий таких, которые могли бы фирму развалить, потому что это тоже не в нашем интересе. Вот, и думаю, что вот тут вот, тут вот мы уже этот список еще раз просмотрим, и узнаем, когда будут следующие действия фирма делала по нашему списку. Окей, это так более-менее новости. Если я что-то забыла, Ларочка, ты мне напиши. И сейчас мы начинаем презентацию. Для тех, кто только на новости пришел, то можете по-английски выйти. Ну, и сейчас мы уже начинаем о компании, вообще о том, что это за программа, как это работает. Либертаджи, то, о чем я говорила, созданное инвесторами, которые уже сами в свое время заработали огромные деньги, будучи партнерами разных компаний. Таких инвесторов есть 12. Нам не озвучили имена и фамилии этих людей, хотя один из таких вот инвесторов, он был инкогнито на встрече в Португалии 12 октября, когда фирма официально, скажем так, открывалась. И эти инвесторы создали проект, в котором они сами хотели бы участвовать. В смысле, как я уже говорила, используя свой собственный опыт. И используя свой собственный опыт, не только, скажем, будучи в компаниях, в которых все работало так, как нужно, но, в общем-то, опыт компаний, в которых что-то не удалось. Соответственно, первое, на что обратила внимание компания, это на то, чтобы юридические основания работы компании были абсолютно без всяких возможностей их, скажем, как бы, ну, чтобы никто к нам просто-напросто с юридической стороны не имел возможности сказать, что мы что-то делаем неправильно. Блин, не хватает мне слова русского одного. И компания, с компанией сотрудничает один из лучших португальских юристов, который занимается международным правом. Ему помогают еще два юриста. И вот именно эти люди, они как раз создают и контракт, который каждый из нас подпишет, и все вообще условия, которые, в общем-то, работают в фирме. Насколько я знаю, фирма имеет такой документ, в котором обозначено, что модель бизнеса, которая, в общем-то, есть либертация, соответствует всем нормам и требованиям закона. И думаю, что вот все, что я сказала перед этим, это как раз то, что дает нам уверенность, что фирма, что фирма, в общем-то, будет работать столько, чтобы, в общем-то, как бы настолько в рамках того, что является законом, что нам дадут очень долго поработать. Часто, как я уже говорила, есть так, что фирма не всегда так дальновидно смотрит и вот таким образом, как бы планирует начало своей работы. У фирмы есть миссия. И вот то, что я в самом начале вспоминала, то, что мы все-таки иногда сами являемся теми, кто сам себе стреляет в колено. Часто мы делаем какие-то рекламки, в этих рекламках пишем, что попало, то, что нам как раз пришло до головы. И вот такое письмо я тоже получила как раз вот именно еще две недели перед тем, как они открылись официально от своей знакомой. И эта знакомая начала это письмо так, в общем-то, входим бесплатно, кликаем и бесплатно регистрируем. Ну, в общем, я поняла, что это совершенно не для меня. И длинный-длинный текст, да, поняла, что это совершенно не для меня, он мне не интересен, такой проект. И просто, скажем, его передала дальше, да, моим сыном, моему сыну. Почему на меня это не подействовало? Потому что я сразу же поняла, что это не настолько серьезно, не настолько, как бы, место, в котором я хотела бы, как бы, работать, да. Но когда мне передали совершенно другой подход, вот именно тут заслуга, конечно же, Матеуша, совершенно другой подход к фирме, когда мне ее представили совершенно по-другому, когда я узнала все подробности, когда я узнала, кто является президентом, когда я узнала, как это все, в общем-то, устроено и работает, то я поняла, что это не просто сайт, на котором мы забежали, покликали и потом 10 долларов вывели на PerfectMoney. Это очень серьезная фирма, которая, в общем-то, начала только что работать, только что стартовала, но собирается остаться на рынке и собирается создать вот именно марку, потому что фирма и марка – это совершенно две разные вещи. Марку создавать очень и очень трудно. На марку нужно очень и очень долго работать, да. И тут, в общем-то, фирма как раз вышла, вышла вот именно не только как бы в течение года собрать деньги и потом как-то там расстаться со своими партнерами, но вышла она на рынок для того, чтобы долго тут остаться. У компании есть миссия, у компании есть визия развоя и у компании есть продукт. И как раз вот именно, когда говорим о похожих, потому что очень-очень-очень много похожих появляется, появляется, в общем-то, маркетингов, очень популярный стал вот именно такого рода бинар, который есть тут, но очень часто бывает так, что, в общем-то, за этим ничего не идет. За этим не идет реальный продукт. В нашем случае в Либертадже есть продукт, который называется Life in Box, жизнь в коробке. Life in Box – это продукт, в котором мы найдем очень-очень много интересного и который постоянно развивается. Он, во-первых, родился на наших глазах, на глазах людей, которые зарегистрировались, скажем, 16-го, 17-го, 18-го, ну, до 20-го. Кажется, он 20-го появился вообще на наших сайтах. Я имею в виду октября, да, но и каждый из нас, в общем-то, каждый день видит, как он развивается. Что же такое Life in Box? Life in Box – это площадка, в которой каждый из нас имеет какое-то количество пространства в цифровом облаке, причем не только пространства, в котором мы можем хранить свои файлы, в общем-то, хранить свои фильмы, хранить свои какие-то презентации, но и пространства, в котором есть уже, как бы, дополнения, например, социальная сеть, например, чат, например, конструктор блогов, например, ящик почтовый, из которого можно высылать имейли. И, кроме того, в общем-то, это, конечно же, только начало, и сейчас мы просто видим, как он, этот продукт, постоянно развивается. Тут как раз мы будем видеть все то, что будет появляться, и все то, что будет приносить и прибыль компании, и возможность получения прибыли тоже нам. Итак, Life in Box – площадка, в которой есть все вместе, да. Я понимаю, что многие пользуются клаудом, клауд – это облако, да, и особенно молодые люди, они знают, что на их планшетниках очень мало места, и, соответственно, в общем-то, все держат, в общем-то, все, скажем, такое, что им нужно под рукой иметь, все держат в своих клаудах. И просто я знаю, как бы у меня дети давно уже этим пользуются, но у меня есть тоже бесплатный клауд. Я им вообще не пользуюсь. Но вот у нас, кроме вот именно этого, скажем, склада, да, где мы можем это все держать, есть еще и вот все эти вот дополнения, о которых я только что говорила. Вот, и следующее, что у нас вот-вот-вот-вот-вот, скоро-скоро появится, это программа GiaGift. Программа GiaGift, которая тоже в дополнение как раз вот именно к продукту Life in Box даст фирме заработать достаточно интересные деньги, потому что то, как раз вот именно программа связана с лотереями, да, с розыгрышем лотерей. Такого типа розыгрыш лотерей будет проходить каждую неделю, и в зависимости от того, какой будет, какие будут разыгрываться награды, в зависимости от этого лотерейный билет будет стоить какое-то количество денег. Вот, это вот одно, а вот то, что еще дополнительно важно и интересно, наверное, это то, что розыгрыши тут будут даже такого типа, как разыгрываться будет вилла, разыгрываться будет машина, конечно же, такого типа розыгрышей уже не будут частыми, ну и билет лотерейный, скорее всего, уже будет другой, другого размера, в смысле, в деньгах. То, что вот как раз вот именно я думаю, что смотря на то, что этот GeoGift у нас появится и совсем скоро начнет работать, это даст дополнительно еще такой вот толчок, еще такую вот как бы волну следующих регистраций, потому что это будет очень и очень интересно. Так, во всяком случае, так, во всяком случае, это нам представлено, потому что на самом деле человек, который входит к нам, регистрируется, он уже не со своего кармана может просто-напросто закупить такие билеты лотерейные, участвовать, ну скажем, во всех, которые будут каждую неделю, да, это уже может быть для него совсем другого типа интерес, да. Значит, если говорим о продажах, продажи на сегодняшний день, в общем-то, мы немножечко опустим вот эти вот все слайды, потому что продажи – это продажи лотерейных билетов, это продажи новых продуктов, которые будут появляться в Life Unbox, это всякого рода приложения, да. Ну, приложения – это, вот как бы я сравниваю, да, что такое приложение, это, например, какая-то компьютерная игра, приложение может быть какой-то, ну скажем, в общем-то, программка, которую вы себе, что вы себе ее возьмете как бы с этого Life Box, и снова у меня слово убежало, что вы себе ее возьмете с Life Box, поместите у себя на компьютере и будете этой программкой пользоваться. Это тоже приложения всякого рода, и такие приложения нам будут создавать программисты каждые две недели, это более-менее два таких новых приложения будет у нас в программе, и вот эти вот вещи можно будет и покупать самому, или же использовать самим, и продавать другим, или же просто предлагать другим, потому что такого типа приложения будут и платные, и бесплатные, ну, всякого рода, да, в зависимости от того, что это за приложение. Итак, мы переходим к тому, что нам более всего интересно. Мы будем сейчас рассказывать, конечно же, по старой схеме. У нас только тут два платных есть пакета. Но, в общем-то, как я уже сказала, что все это уже прямо скоро-скоро будет выглядеть немножечко по-другому. Итак, мы можем зарегистрироваться сразу же, моментально, как только мы получим ссылку от спонсора. И после регистрации бесплатной абсолютно мы сразу же уже можем получать все вещи, которые имеются на платных пакетах. Что это значит? Мы получаем бонус бинара, мы получаем бонус с заработка наших людей до шестого уровня. И мы получаем бонус тоже от ежемесячной активности сети. Вот эти бонусы, которые тут видны, они как раз именно для тех людей, которые будут строить свои структуры. Но регистрируясь как раз на бесплатный пакет, каждый из нас может просто-напросто выполнять задания, которые имеются у нас в нашем офисе. Таких заданий должно быть около десяти. Эти задания мы делаем для того, чтобы фирма получала вот именно прибыль. Мы эти задания делаем как раз для фирмы. И фирма нам за это платит. Фирма нам за это платит. И будучи на таком бронзовом бесплатном пакете, не знаю как он будет потом называться, на бронзовом бесплатном пакете, люди будут получать от 8 до 15 долларов. Почему тут такие границы от 8 до 15? А потому что в зависимости от того, какой заказ будет какой-то внешней фирмы, сколько она фирме заплатит, сколько фирма может предоставить как раз именно за выполненные задания каждому из нас. Вот именно поэтому нет конкретной цифры, потому что все это живой рынок. И все это, как вы понимаете, связано с экономической стабильностью фирмы. Фирма не может нам платить больше, чем может. Ну и идем дальше. Человек такой, который регистрируется бесплатно, он уже получает продукт. Вот замечательность как раз вот именно того, что мы регистрируя кого-то на бесплатный пакет, даем возможность человеку не только зарабатывать, но еще и пользоваться продуктом. Вот это то, что думаю, что мало где вообще есть. Причем я говорю, вот чем больше мы будем пользоваться этим продуктом, тем большую стоимость сделаем для самой фирмы. Ну как бы сама фирма будет больше стоить. Почему? Потому что каждый из нас, входя сюда бесплатно, создает как бы все большее количество пользователей ее продукта. И поэтому фирма так щедро дарит и раздает вот именно вот эти вот возможности, которые тут есть. Мы являемся людьми, которые начинают быть пользователями. Чем больше таких пользователей, даже бесплатных, тем больше фирма может себе ставить ценник в ценнике, в общем-то, свои услуги. Увеличивайте этот ценник. Соответственно, тут очень большую роль как раз играют вот эти вот бесплатные аккаунты. И на вопрос, когда меня кто-то спрашивает, вообще зачем фирме такие люди, которые входят туда бесплатно. Они делают свою очень-очень важную работу. Они создают количество пользователей. Так же, как вот взять, например, Facebook. Facebook не всегда стоил таких же самых денег, как стоит сейчас. Но в Facebook есть столько пользователей, что каждая фирма, которая сотрудничает с Facebook, прекрасно понимает, что какие-то услуги в Facebook для внешних фирм, они очень-очень дороги. Итак, например, есть игра, которая есть в Facebook фирмы Zango, и эта игра называется Poker. На этой игре сама фирма заработала 2 миллиона долларов, больше 2 миллионов долларов. И, скорее всего, около миллиона долларов – это как раз вот то, что заработал с этого всего Facebook. Вот более-менее, чтобы каждый из нас знал, зачем вообще нам люди, которые просто входят, кликают, еще получают деньги. Это вот как раз вот то. Поэтому, когда мы даем возможность людям войти, кликать и зарабатывать на себя, никогда не заставляйте людей где-то кого-то приглашать дальше. Потому что этот человек, который просто это делает для себя в свое удовольствие, у него есть 10 минут свободного времени, он его может посвятить и получать себе, например, эти 40-50 долларов в месяц, просто-напросто делая вот эти вот задания, причем еще и пользуясь продуктом. Ну, следующий, скорее всего, через 3 дня, 2 дня, я уже буду переходить на следующий слайд, в котором будет вот именно вот этот меньший пакет. Ну, пока у нас его нету, мы сразу же перескакиваем на пакет серебряный. Серебряный пакет стоимостью 899 долларов. Причем тут нужно добавить, что есть еще 10% оплаты, если мы делаем ее через систему платежей, и она у нас будет, эта оплата, пока мы как бы не делаем ее через правильный, скажем, через правильной дорогой, мы делаем ее, фирма нам дала такую возможность нашей структуре, чтобы делать эти оплаты непосредственно на тот счет, который эта система платежей имеет. Но я специально, в общем-то, добавляю это, потому что, чтобы потом не было какого-то впечатления, что вот пакет стоил столько, и никто ему не сказал, что там еще есть 10%, и он тут совершенно просто-напросто, ну, это достаточно много, да, 10%, поэтому всегда буду об этом говорить, чтобы потом не было неожиданности. Итак, человек, входя на серебряный пакет, получает уже большие бонусы, и вот эти вот бонусы, это бонусы как раз со структуры. Для того, чтобы их включить, каждый из нас, в общем-то, должен сам это решить, да, в общем, строит он структуру, или же, будучи просто на серебряном пакете, каждый из нас выполняет задание, и за каждое выполненное задание в день он получает какое-то определенное количество денег, и планируется, что на серебряном пакете, будучи на серебряном пакете, человек будет зарабатывать где-то около 50 долларов в неделю, да. И вот, как бы тут, еще раз, для того, чтобы войти на такой пакет, мы можем просто-напросто войти, уже не строить никакой сети, или же войти, строить сеть, и тогда, в общем-то, получаем еще и дополнительные бонусы. Что еще мы имеем, вообще, что мы имеем в серебряном пакете, это уже, конечно же, сам продукт, потому что, если 3 гигабайта, это была проба нашего продукта, вы знаете, как хорошо работают, как хорошо работают такие вещи, как тестеры, да, в магазинах, когда мы приходим, мы не знаем, как крем будет на нашей коже, например, работать, да, или же мы не знаем, как, ну, в общем-то, как, насколько, какой вкус этой колбасы, и мы видим, стоят девочки, у которых есть порезанные вот эти вот всякие виды колбасы, и стоят такие эти, вот тогда мы определяем для себя, что мы хотим, и, в общем-то, и выбираем, да. Вообще-то тестеры работают очень хорошо. Вот такой 3-гигабайтный тестер, да, скажем, в общем-то, для человека, который зарегистрировался бесплатно, это как раз более-менее увидеть, что это такое, уже воспользоваться этим, да, и если захочет расширяться, то может это потом уже делать. И вот, имея серебряный пакет, такой человек получает 500 гигабайт пространства и пользуется всем тем, что есть в Life Inbox. И тоже может, в общем-то, увеличить этот пакет на, например, золотой, да. И тут видите еще больше бонусы. Тут у нас уже, если в серебряном пакете было 20% поменьше, с меньшей ветки с бинара, да, то тут уже 30%, самый большой бонус, и 2% от заработка людей до 6 уровня, плюс 6% от ежемесячной активности сети. Я это потом расшифрую, но, в общем-то, видно, что строить такую структуру имеет смысл, если у нас есть количество такой людей, то мы можем строить эту структуру. Если мы хотим просто-напросто войти, пользоваться продуктом и делать задания, то тогда мы получаем от 80 до 100 долларов в неделю. И у нас есть пространство уже 1 терабайт. В этом пространстве, то так на самом деле можно заместить информацию, не знаю, ну, в общем-то, столько, что там поместится все, что только нам необходимо, да. Ну, и теперь мы переходим к деньгам, компенсационный план и то, что может делать человек, даже как бы независимо от того, строит он структуру или не строит он структуру, хочет он зарабатывать в сети или не хочет он зарабатывать в сети, потому что это мы потом перейдем, я покажу, где каждый из нас выбирает. Но будучи уже партнером и регистрируя следующего партнера, например, на платный пакет, даже если у нас у самих бесплатный, мы получаем личный реферальный бонус. Личный реферальный бонус на бесплатном пакете на сегодняшний день, в зависимости от того, на какой пакет входит наш вот именно личник, то мы получаем или же 50 долларов за золотой пакет, или же 30 долларов за серебряный пакет. Если мы на серебряном пакете и у нас регистрируется какой-то личник на золотой пакет, то мы получаем 70 долларов, если на серебро, то 40 долларов. Если же мы на золотом пакете и кто-то из наших лично приглашенных входит на золотой пакет, мы получаем 100 долларов и 60 долларов за пакет серебряный. Мы тоже, будучи даже не строя совершенно сети, не выбирая себе, что мы собираемся получать бонусы сети, то мы все равно получаем вот эти бонусы, которые называются Direct Selling Bonus. О них пока еще тоже немножечко рано. Почему? Потому что продукта еще как такового нету. Вот этих вот вещей, о которых я говорила, это всякого рода, в общем-то, лотерейные билеты, это всякого рода приложения, о которых я говорила. В общем-то, будучи на бронзе, мы тоже получаем 5%, на серебре 7% и на голде 10%. Я говорю, быть может, это уже информация немножечко будет престарелой, но, в общем-то, через 2 дня ждем, посмотрим, что принесет нам жизнь. Но понятие вообще о фирме уже, думаю, что у многих от вас создается. Как же мы сможем выплатить деньги? Деньги мы сможем выплатить на карточку. И снова тут появляется вопрос минимума. Ой, да, минимума. Минимальная выплата доступна нам от суммы 500 долларов. И снова, почему? Если вы, как бы, если вам представили бизнес как обыкновенную кликалку, то, конечно же, вопрос сразу же встает. А почему такая минимальная сумма, если нормальные, нормальные кликалки выплачивают от суммы, там, 1 доллар, 2 доллара, неважно, да? Причем выплачивают на каждую систему платежей. Ну и, как вы прекрасно можете, ну, даже вот вспомнить, да, только что у нас было Liberty Reserve, да, и только что, в общем-то, такая система платежей существовала, ее сейчас нету, да. Все фирмы, которые пользовались, пользовались как раз вот именно Liberty, то фирмы, которые очень-очень много потеряли, да. И разного типа, в общем-то, как бы, скажем, платежной системы, они появлялись, на наших глазах исчезали. В общем-то, как бы, перечислять можно бесконечно. Такой вариант выплаты своим партнерам фирма узнала за самый надежный. Почему? Потому что, во-первых, 500 долларов каким-то образом имеет отношение к тому, что человеку платятся деньги уже на бесплатном счету. Соответственно, фирма должна просчитать, с какого момента фирма может эти деньги обналичить. Думаю, что вот именно вот эта вот граница, граница как раз связанная с минимумом 500 долларов, это как раз вот то, что фирма может себе позволить вот именно от этого момента выплатить человеку, который является на бесплатном аккаунте. Это одна вещь. Вторая вещь. Банки очень плохо реагируют на фирмы, у которых есть огромное количество маленьких платежей, потому что это для них дополнительная работа. Соответственно, платежи от 500 долларов являются платежами, достаточно, скажем, нормально приветствуются банками, одним словом. И вот. И думаю, что это тоже достаточно важно. Переходим дальше. Ежемесячный взнос. Это то, что я и говорила в самом начале в этих новостях. То, о чем мы тут, когда прочитали этот алерт, что этот взнос, как только мы просто видим количество своих партнеров, и мы решаем начать платить такой ежемесячный взнос, то на сегодняшний день мы знаем, что такая возможность будет и включить платеж добровольно, и выключить этот платеж тоже добровольно. Тут уже сейчас неправильно поданы цифры, потому что на бронзовом пакете такой ежемесячный взнос – это 40 долларов. Но я думаю, что они сейчас все это будут пересчитывать, используя уже сведения по меньшему пакету. Как это будет выглядеть через какое-то время, мы все это увидим. Но что дает такой взнос, чтобы определиться? Конечно же, такой взнос имеется во многих абсолютно фирмах, перечисляя TalkFusion, PoorLeverage, GVO, Empower Network и так далее. В каждом из этих мест можно просто войти и пользоваться как клиенту тем, что у них там есть. Или же конструктором блогов в Empower Network, или же возможностью использовать конференц-комнаты, и там несколько еще дополнительных фишек в GVO и в PoorLeverage, или же возможностью строительства разных видеоконструкторов. Это TalkFusion, и мы платим там каждый месяц месячную оплату за использование продукта. Но еще и у нас тоже есть добровольный выбор. Если мы хотим строить в этих фирмах структуру, то мы тоже платим дополнительные деньги. Ну, например, 19 долларов это в Empower Network, тоже 19 долларов в PoorLeverage и 35 долларов, например, в TalkFusion. Так что все это нормально. Я бы вот эту вот ежемесячную оплату, скажем, сравнила с тем, что вот вы идете на базар, а у вас нет там постоянного своего места, и вам нужно место для того, чтобы заработать себе. Ну, в общем, это, конечно же, это утрировано все, да, но, в общем-то, более-менее. У вас есть место, рабочее место созданное, и созданное место приносит вам прибыль, и тогда вы, в общем-то, вот это вот место оплачиваете. Так это выглядит, если говорим о взносе. Если говорим о цифрах, то, честно говоря, не знаю, какие они будут. Я не изменяла, у меня сегодня, честно говоря, вообще не было времени изменить. И все это есть так, как вчера вы видели, те, кто был, да, и вот чтобы человеку понять, насколько ему вот сейчас откроется сайт, он увидит, сколько у него людей, и насколько, чтобы дать понятие, от какого момента может такой человек уже спокойно начать платить абонемент и будет еще на этом зарабатывать, это более-менее такая вот схема, да. Если вы до шестого уровня, у вас есть уже 100 человек, они сегодня бесплатны. Но нужно всегда считаться с тем, что все равно каждый из нас сюда пришел заработать, да. Не только заработать себе, скажем, пары грошей, но и хорошо заработать. Поэтому часть из этих людей, из ваших 100 человек, все равно перейдет на какой-то платный пакет. И если 100 человек, вот мы говорим, что 100 человек, из каждого из них мы получаем в неделю 1%, да. И вы помните, что я говорила, от 8 до 15 долларов мы получаем с такого, то, значит, получаем кликая, делая задание на бесплатном аккаунте. Соответственно, наш спонсор, беря под внимание, что это не будет, не все будут кликать равномерно, скажем, 10 долларов в месяц получает каждый такой человек. Соответственно, 10 центов это то, что мы получим с каждого из таких людей, которые кликают у нас в нашей структуре, да. 40 центов в месяц. И вот, имея во внимание абонемент, или же вот именно вот этот ежемесячный взнос на уровне 40 долларов, это вот сегодня уже как бы есть такая цифра, то мы просчитать очень легко, да, что нам в структуре, как только собирается 100 человек, он полностью покрывает этот абонемент. Но, я уже говорила, структура у нас может быть совершенно разнообразная. Есть люди, у которых в структуре есть 10 человек, они все на золотых пакетах, да. И тут уже совершенно другие деньги, тут уже совершенно другие расчеты, но мы берем только людей, которые вошли сюда бесплатно, да. И вот часть все равно перейдет на пакеты, и тут мы взяли в расчетах такую ситуацию. 10 из этих 100 человек перейдет на золотой пакет, и мы получаем 32 доллара с таких пакетов, 10 пакетов. 32 доллара мы получаем вот именно с золотых пакетов. Почему? Потому что 1% считается нам уже не с суммы 10 долларов, а на золотом пакете, как вы помните, человек зарабатывает от 80 до 100 долларов в неделю, да. И тут мы взяли 80 долларов, это значит 80 центов в неделю я с такого пакета получаю. И мы взяли вот именно 3,20 как раз за основу вот именно этого просчета. 32 доллара с 10 пакетов, плюс 5 пакетов серебряных, ну и просчет такой же самый. Мы взяли тут 50 долларов в неделю, да, и 1%. И, в общем-то, мы получаем тогда 10 долларов. И все бронзовые, которые у нас остались, это 85 человек. Это самое меньшее количество, конечно же, с одного пакета, но все вместе нам дает уже 76 долларов. Мы уже тут, в общем-то, в моменте, когда мы уже на плюсе. Поэтому, когда просчитываете, насколько вам уже нужно, насколько вам это уже выгодно, то всегда имейте в виду вот именно эти цифры. И всегда имейте в виду, что человек и так захочет зарабатывать намного больше и захочет просто-напросто, скажем, перейти уже на пакет платный. И вот мы переходим к тому, о чем мы говорили, вот именно абонементы. Абонементы, которые вот эти вот ежемесячные взносы, которые нам открывают уже тоже дополнительный бонус. Это бонус бинарный. Бонус бинарный. Мне очень нравится вообще тут пересчет вот именно в поинты. Поинты в очки, да, можно так сказать. В общем-то, поинты – это как раз вот то, что, в общем-то, пересчитано как раз с долларов на очки. И просчитываются нам эти очки. Все очень просто, все очень легко. И тут мы, у нас пока два платных пакета, тут видно, да. И возьмем такую ситуацию. С меньшей ноги, будучи на бесплатном аккаунте, оплатив ежемесячный взнос, мы получаем 15%, и 20%, будучи на серебряном пакете, и 30%, будучи на золотом пакете. И теперь, в общем-то, вот вы видите, сильвер. Если, независимо от того, вот в бинаре есть две ноги, да, одна нога строится как бы совместно со спонсором, а другая нога строится абсолютно нами и нашими людьми. И вот если в нашей спонсорской ноге, а так почти у всех сейчас есть, особенно, ну вот в наших структурах, да, я не знаю, где там, где и как у других, но у нас почти у всех есть так, что спонсорская нога растет очень и очень быстро. Соответственно, многим из наших партнеров, в общем-то, достаточно поставить, скажем, такую квалификацию одного человека и все остальное гнать в другую сторону. Ну, в общем, независимо от того, кто в спонсорской ноге купил какой-то пакет, то нам появляются поинцы, очки на нашем балансе. И теперь, если мы что-то сделали уже со своей стороны, я имею в виду на внешней ноге, да, там, где наши люди и там, где люди наших людей, то тут тоже появляются поинцы. Так, если серебряный, это 300 поинцев, очков, если золотой пакет закуплен, то это 500 очков. И если взять ситуацию, в правой ноге у нас закуплен сильвер, это значит, стало нам 300 очков, в левой ноге у нас закуплен где-то там в структуре голд, и нам стало 500 очков. Меньшая нога – это не по количеству людей, а по количеству поинцев, по количеству очков. И эти очки, тут, конечно же, меньше будет с правой стороны, и нам просчитается 15% от 300. Значит, 45 долларов мы получим бинарный бонус. Вот такая ситуация очень важная. Мало того, когда мы смотрим именно на то, сколько мы будем зарабатывать с кликов, но в бинаре, как только у вас, как только у вас будет ситуация, что вы уже знаете, что кто-то в вашей ноге, среди ваших людей готов закупить пакет, а в спонсорской ноге уже стоят поинцы, то вообще не раздумывайте, сразу же покупайте, сразу же платите этот взнос, потому что он сразу же вам вернется, потому что он все время есть меньше, чем вот именно этот бонус. Вот это одно из, как бы, вот таких вот моих советов, да, один из моих советов. И вот если мы находимся уже на серебряном пакете, то мы получаем 20%, да, и тут меньше нога снова 300, это 60 долларов. И если у нас золотой пакет, то мы получаем 90 долларов 30%, да. И то, что тоже, вот как бы, на что обратить внимание, это на то, что все очень чисто, не надо вам сидеть, просчитывать, высчитывать. Все эти пункты, которые вам уже, за которые вам выплачено, спишутся и с правой стороны, и с левой стороны. И в нашем случае, в нашем примере останется 200 поинцев на левой ноге, и они будут ждать, когда там что-то будет идти дальше, продолжаться, да. То, что мне нравится в фирме Либертаджи, это то, что не только мы тут вошли и зарабатываем. Вообще, в общем-то, такое вот, скажем, мелочное, как бы, видение жизни, видение себя, видение бизнеса, оно всегда оборачивается тем, что человек за заработками начинает сам себя терять, да. Тут в фирме все предусмотрено таким образом, что как только у него начинает кружиться голова от денег, то ему сразу же предлагает возможность развиваться, возможность, скажем, определиться, куда ему дальше идти. И как определяет направление, куда, и каким образом, с кем, и как мы можем сотрудничать. Хотя я уже сказала, что бесплатные пакеты делают, конечно же, люди на бесплатных пакетах, конечно же, делают для фирмы огромную работу, вот именно тем, что пользуются, тем, что делают вот эти вот задания, тем, что как бы фирма, как фирма становится более, все более и более, скажем, ну, как бы маркой, да, становится, что пользователей у фирмы есть все больше и больше. Ну, вот я говорю, лучше, вот когда мы уже дальше будем хотеть развиваться, уже маленькие, конечно же, цифры, я так и не поправила тут ничего. Я знаю, что девочки взяли у меня этот Excel, и знаю, что, скорее всего, каждый, в общем-то, девочки, которые взяли, да, скорее всего, сделает каждый из них так, как им будет нравиться. Это цвета моего сына, я говорю, слушай, ты мне сделал это, в общем-то, как какой-то документ из налоговой, из налоговой, да, он вообще совершенно, в общем-то, не цветной, какой-то очень грустный. Он говорит, мама, зато это цифры, тут просто цифры нужны, да, мне тут, я не люблю всяких там этих звездочек, всяких цветных картинок, а тут вошел, посмотрел цифры и увидел. Вот тут вы видите огромные цифры, да, но это цифры, которые на самом деле могут быть реальностью. Вот если бизнес, который мы строим, строим только на бесплатных, на людях с бесплатным пакетом, то тогда у нас внутри, ой, не внутри, а вообще как бы наша калькуляция, она очень может изменяться, да, она будет очень изменчива, почему? Потому что сегодня, вот как я уже говорила, человек кликает, завтра не кликает. Сегодня делает задание, завтра не будет. А человек, который вошел даже на тот вот меньший, который появится пакет, это все равно человек, который будет это делать, потому что это человек, который, во-первых, больше зарабатывается с кликов, и во-вторых, он уже что-то вложил от себя, да. Поэтому тут этот, как бы свой, вот эта вот калькуляция, она намного-намного стабильнее, и она намного-намного объективнее, да. И вот если вот в этих строках прописаны, прописаны как бы возможности, да, вот я и то, что я сделал, и потом то, что сделали мои люди. Если вот смотрим с самого низа, это как раз я зарегистрировался на золотой пакет, у меня люди все на золотом пакете, причем вот такая вот колбаса, да, вниз, 1, 1, 1, 1. И тут, в общем-то, доллары, которые вы видите в неделю, которые вы будете получать, это только с заданий, которые они будут делать. Это совершенно не связано с бинаром. Бинарный бонус тут совершенно-совершенно как бы не имеет ничего общего, потому что с бинарного бонуса мы получаем один раз. А это стабильность. Это то, что вы будете получать целый год, если имеете такую же структуру. Целый год со своей структуры вы будете получать такие суммы раз в неделю, да. Это, думаю, что как раз вот то, что дает вот эту стабильность, потому что мы прекрасно понимаем, что если мы столько заплатили на золотой пакет, то мы будем сидеть и делать эти задания. Вот возьмите даже ситуацию, вы входите, у вас три первых, то значит три человека на первом уровне вошли на золотой пакет, у них такая же ситуация, каждый из них ходит на три и так далее. В общем-то 1749 долларов вы получаете каждую неделю только с кликов, которые делают эти люди. Уже не просчитывая, снова возвращаясь, а не бинарки, а не реферального бонуса. Поэтому, наверное, в общем-то все-таки где-то внутри каждого из нас есть момент, когда мы, быть может сейчас у нас нету таких денег, но мы все равно, как бы наше направление как раз вот в ту сторону, мы хотим, мы хотим это делать, хотим, в общем-то делать это быстрее, быстрее получать больше. А можно будет видеть начисление структуры, количество партнеров для того, чтобы принять решение. Мы об этом тоже просили, Анастасия, значит, можно ли увидеть начисление за структуру и не только за количество партнеров для того, чтобы принять решение. Да, мы об этом просили. Вот как только включат, мы увидим, есть ли эта опция и работает ли она так, как нам нужно, да, потому что я знаю, насколько это важно. Гуля, а сможем ли мы отслеживать статистики людей, которые... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, это вот как раз то, о чем я говорила, да, только что. Какие нужно выполнить, что в виду под активность. Активность – это когда мы уже совершенно сознательно принимаем решение, что мы будем, что мы хотим получать бонусы по структуре и оплачиваем такой вот вклад ежемесячный за вот именно возможность не только строить структуру, но, в общем-то, получать с нее два дополнительных бонуса. Это как раз бонус по бинару и бонус 1% или же 2%, ну, на бронзе 1% до 6 уровня. Когда будет работать сайт, я уже сказала, на картах для выплат можно стоять... Нет, будет стоять фамилия на картах для выплат по-английски. Так, как вы вписали вот именно у себя в бэк-офисах. Как я смогу... Оля, как я смогу деньги свои заработать? Так, Кристина, Кристина, напишите это как-то вот по-другому, я не очень поняла. А здравствуйте, я загрузил фото. Все пишет ошибку. Давайте мы сейчас вообще не в состоянии будем ничего проверить, потому что сайт закрыт, да? И лучше вообще об этом сейчас не говорить, потому что вот войдем, когда в сайт снова. Я говорю, сейчас там, в общем-то, мы там сделали, в общем, с лидерами русскоговорящими. Ну, и, скорее всего, тоже где-то, где-то тоже такие просьбы были из других структур. Но мы просто сели, посадили руи и, в общем-то, потребовали. Вот из-за нас там уже и так революция, поэтому давайте все это включат. И мы посмотрим, сколько из того, что мы просили, уже включено, да? Антон, я ответила на этот вопрос. Активность ежемесячная – это когда мы решаем, что мы, в общем-то, будем строить структуру и получать со структуры. И тогда мы платим, в общем-то, эти деньги, платим эти деньги, ну, так, секундочку. Платим месячный взнос, так называемый абонемент и получаем 2% от активности сети. Вот я знаю, 2% от активности сети – это значит, что если у меня есть 20 человек, которые оплачивают, оплачивают вот именно вот эту вот абонентскую плату, то я получаю 2% как раз самой вот этой абонентской платы. У всех, Антон, существует этот сайт, причем очень хорошо существует. Есть на сайте libertadge.com, далее работает наш продукт, я имею в виду Live Inbox. Вы можете спокойно с этого главного сайта туда войти. И как только вы нажимаете «My Account», выходит объявление, на котором появляется объявление, на котором есть информация, что сайт на 48 часов более-менее будет закрыт для того, чтобы поставить все то, что они хотят сейчас поставить дополнительно. Значит, фамилию, имя, имейл и номер паспорта вы можете поменять только через саппорт. Надо писать на саппорт, это по-русски, вы пишете, в общем-то, на саппорт и вам отпишут. Скорее всего, в общем-то, вот то, что было сказано, что перед вторым числом можно это было сделать совершенно самому, то сейчас это нужно будет сделать через саппорт, дополнительно эту услугу оплачивают. Скорее всего, будут небольшие деньги, но все эти детали, они появятся тоже немножечко позднее.